Идет поезд собеседника. Да не только картинка, брат, все, встала. Вот, отлично. Это девушка с усами была. Дзюба, что ли? Мы попали на Дзюбу. Дорогие товарищи, за нашей спиной при виде этого прекрасного автомобиля могли быть сочинские горы. Да, потому что компания BMW замышляла доброе дело отвезти блогеров в Сочи, снять им номера в хостеле, оплатить еду, бензин. Да, и дать покататься на фоне гор, но, как видите, мы находимся на замечательных просторах нашей любимой киностудии Мосфильм. Кстати говоря, мы находимся где-то, если говорить о том, что Сергей из Санкт-Петербурга, я из Курган-Тюбы, из Курган-Тюбы где-то посередине, потому что за нашей спиной декорация Санкт-Петербурга и Москвы. А где Курган-Тюбы? Конца 19-го, начала 20-го века, вот, пожалуйста. Отличная, кстати, локация для тиктокеров. Да, друзья мои, спасибо Карену Георгиевичу Шехназарову за то, что это национальное достояние содержит на 5 с плюсом. Вот, посмотрите, ваша любимая заставочка, а? Да. А какие фильмы сняты были здесь, на Мосфильме? Ну, в частности, фильм, который пропитал мои мозги ложью, это «Москва слезам не верит», который внушил мне, что можно быть работягой, но чтобы тебя любила женщина-директор. Теперь на Мосфильме снимается один из выпусков большого тест-драйва, да, ребят? Да, но бесплатно. Значит, друзья мои, перед нами четверка новая, вы уже все прекрасно знаете эти замечательные гиперноздри, сатиру об этих ноздрях. Значит, вы тоже смотрели. Планируется, что к 30-му году вся машина будет посадить одну ноздрю. Значит, товарищи, мы на этой машине наконец-то покатались, опять же, не в Сочи, а в Москве, что даже и прекрасно. И я нашел два существенных нюанса в этом автомобиле. Во-первых, Иванович, я хотел тебе сказать следующее, что BMW, в отличие от многих экспериментаторов, вроде Мерседеса и прочих немцев, да, BMW остается в наше непростое время нестабильность единственным островком, вот на который ты можешь положиться. Ты знаешь, что ты сядешь за руль BMW и будет все как обычно. Но здесь появился нюанс, и пока что остальные фирмачи этого не сделали. Не прочухали. Смотрите, значит, вы все знаете, что сейчас машины в дневное время едут с яркими ходовыми огнями, а все остальное заглушено. Так вот, у BMW первой появилась опция, вы можете ее выбрать там в меню, когда будет у вас при ходовом огне гореть еще и задний габарит. Да ладно, чтобы круто было. Да, то есть спереди у тебя ярко горят ходовые, а сзади габарит. Вот это единственная машина, которая позволяет так делать. Корейцы. На заметную. На заметную. Ну а во всем остальном, ребят, у нас был статичный, очень подробный тест четвертой серии. Теперь нам надо рассказать о своих впечатлениях, правильно? Да. От этого автомобиля именно в движении. Давайте прокатимся, может быть? Чуть-чуть, давайте. Чуть-чуть совсем по территории Мосфильма. Правильно. А вы, Дмитрий, снимайте нас, как мы прокатимся. Как он будет снимать нас? Бегом будет снимать, я говорю. Как тебе посадочка? Кстати, ну это вот... Слушайте, посадочка, конечно, я развращенный. Ребята, я считаю, что кроссовер это идеальная автомашина. Тачка для посадки. Да, потому что сюда приходится погружаться. Не, ну это вот, посмотрите, мы и так, и так вообще просто. Ну то есть это вот так. Ну это наш возраст. Я даже не знаю, как Давыдыч. Давыдыч? Давыдыч он или Давыдыч? Ну это, как сказать... Давыдыч. Давыдыч. Вот, вот так вот. Вот, включайте записи. Я с нами сажусь. Кто? Я. Ты с нами садишься. Нет, ты бежишь рядом. Ты с нами тоже садишься. Зачем? Ну как? Как я саду, если вы уже усилили? Хорошо. Логично. Не выключай, не выключай. Давай, Дмитрий, возьми камеру, посними. Давай, давай, давай. Я не залезу туда. Возьми, возьми, давай, садись. Так, вопрос, как он снимает-то этой камеры? А, она со стеликом. Иди сюда-сюда. Так. Ага. Сейчас мы ему ноги придавим, смотри. Что-то она камера-то ведет меня. Иди сюда. Разучился, слушай, какой тяжелый стедик-то. У нас с тобой полегче было. Так. Как они это камерами снимали? Вот мы раньше с тобой снимали на телефон, да? А еще вообще не было никаких заморочек. У меня же рука отсохла. Ты не включил эту камеру. Я вот свою включу. А что со звуком? Звук бери на руки. Давай мне рекордер. Все, в живых условиях. Видите, вот. Я могу в багажник. Вот, заявка. Заявка. Впустили на территорию. Заявка. Все. Стоп, не нажимался? Нет, я не нажимал. Так, осторожно. Запись идет. Видите, в каких нечеловеческих условиях. Значит, ну, смотрите, парни. Значит, еще новшество. Еще новшество, что есть в этом автомобиле. Вот это классная штука, которая подает. Подай и принеси называется. Так вот, во-первых, ребята, впервые в BMW появилась, Димас, иди сюда. Возможность дать струю во все стороны сразу. Как вы. Можно либо вверх-вниз, либо на морду в ноги, либо в ноги на стекло. А здесь можно в три положения сразу. Дальше. Вот здесь, ребята, мы всегда задавались вопросом, что это за глянец? Так. Там сидит камера. Что за камера? Которая снимает морду. И в меню можно ее включить или выключить. Камера, которая следит за усталостью твоей. И, соответственно, она проверяет. Если ты устал, то тебе, говорит, дальше ехать нельзя. Ага. Вот. Вообще у меня сложилось, парни, ощущение, честно говоря, что... Что, мы поехали уже? Мы едем. Так вы показывайте, как это работает. Кто? Камера-то это. Она не показывает, как она работает. А ваша она покажет? Нет, она не покажет твою морду. Вот настройки, я не помню, где это, какие-то безопасности. Система помощи водителям, может быть, нет предупреждения, подруливание, все... Ну, слушай, где-то там. Ладно. Без полбанки. Ну, короче, эта камера можно выключить. Хорошо. По крайней мере, условно. А на самом ли деле она выключается? Никто не знает. Да, и куда она передает эти фотки? Не, чуваки, я тебе круче скажу. А, вот еще, смотри. Не, новости. Потом еще новости, да. Но, эти новости от агентства, этот пресс. И теперь, я прочитал новости, а новости-то ни хрена неправильные. Нехорошие. Нехорошие. Не, ну, Миронов еще ладно. Не, ну, про Миронов. Но вот вопрос, зачем такая новость вот здесь? Давайте следующую новость. Вот, приучают к выборам. Да, КПРФ. Не взял... Во-во, вот это вот, вот это у тебя три дня висело в главных. МГИК не взял коммунистов в тики. Я сначала подумал, что это про секс какой-то. В тики. В гип, чики-пуки. Сами себе губернаторы. Во, вот это, кстати, это очень важный вопрос. Кто поставляет контент? Да, 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 вот, вот, вот это что за новость такая в БМВ? Что это за новость? Они хотят уйти с рынка? Ну, с развивающейся. Вот, а где... Первая новость должна быть видеотрансляция. Нет, а где новость-то сама? Да, да, вот где она, где видео-то с Путиным? Нет, а главное, ты им скажи, а как выбирается контент? Я не знаю, вот это у меня, вот, пожалуйста, оппозиции ждут напада. Ну, короче, неправильные новости. Ну, то есть кто-то поставляет? Да, 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 это вопрос. И как, и кто решает? Да, да, да. То есть, вот, например, Трамп не может в Америке пробиться в Google... Сквозь Twitter и, да, Google, Facebook. И YouTube, да? То есть ты, если на YouTube говоришь, что Трамп это президент, то тебе говорят... Банят. Вот тебе. Ну, я скажу так, чтобы нас не банили. Пока, президент. Да, все, поехали, проедемся. Пока. Значит, что... Какое ощущение у меня осталось от этого автомобиля? Как всегда, в BMW шумновато немножко. Хэээ, ну, в тройке. Да, перед... Хотя в пятерке тоже шумновато. Передние арки, конечно, хотелось бы немножко звука заизолировать, шумы заизолировать. Но это придется людям... Ну, стали заигрывать вот с этой подсветочкой, конечно. А цветочка, кстати говоря, не содержит бешеного количества цветов. Не больше 15, по-моему, 10-15 цветов. Короче, не Корея. Слушайте, у меня возникло ощущение такое, что это фан-кар, да? Ну, да. Летнего типа. Но мне хотелось бы, слушайте, чтобы эта машина была кабриком. Вот ощущение такое, что... Давайте дождемся окончания пандемии в 2030 году. Если кто-нибудь выживет на заводах BMW в Германии, где будут собирать... Турки выживут. Турки, думаешь? Вот, то будем, соответственно, просить кабрик на тест. Ну, к тому времени климат потеплеет. Ну, конечно, конечно. Ну, и вот этот тест после зомби-апокалипсиса. Правильно? Да. И... Не, мне хотелось... Ну, как оценивать это наше перспективу? Выживем? Какие? Да вы уж переболели, правильно? Ну, а вы нет еще. Но вас ждет второе замалевание. Потому что второе тяжелее. А вы в курсе, что, ну, вы штамм нашли? В Германии? В Великобритании. А, так их и закрыли. Да, да, локдаун. Погоди, им-то закрыли. Но наши эти беглецы от законности, они же любят именно Британию. Помните, когда открывали границы, первым делом куда? В Великобритании. В Танзании. И Великобритании. И Великобритании. И Великобритании. Не знаю. Вопрос. Вопрос, да, давайте проедемся. Давайте, да, проедем. О, смотрите, о, какая еще площадка здесь классная. Можно здесь покружиться, да? Ну, да. Чуть-чуть-то. Попробуем? Красиво. Давайте Диму высадим и покружимся. Да, не, не надо. О, тут сейчас за нами приедут. Вот и все, потому что это зима русская, понимаешь? Да, да, да. Ну, вы-то что чувствуете? Нет, слушай, мне тачка понравилась. Понятно. Какие настройки? Да, 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 да. Ну, однозначно это такая, ну, я бы сказал, более четко настроенной версии трешки самой, самого седана, да? Глобально. Ну, вот к морде я никак не могу привыкнуть. Блин, хоть убей меня, блин. Ну, вот эти ноздри действительно на фотографиях смотрятся, ну, еще как-то, блин. Но реально в живую не очень. А куда вы как на него смотрите, если вы внутри? Ну, блин, ну, люди-то смотрят, ну, ты же знаешь, как это выглядит. А вы, ну, вопросы, короче, вот к этому есть вопросы. К тому, как тачка едет, к тому, как она стоит на дороге. Кстати, стоит 5600, вот конкретно наш экземпляр. Да, 5600. А треха? А треха в хорошей комплектации? Ну, с дизелем, обычно. С дизелем, но ближе к трем будет стоить. Ближе к трем. Ну, не 5600. Не, не 5600, это факт. Вот это в два раза. Да, ну, как минимум, да, в два раза практически. Ну, 5600. 5600. Мультимедийка мне нравится. Ну, все, короче, цифровая приборная панель. Короче, ребят, отличная машина, но я соглашусь с Серегой, что, наверное, купе... Для тех, кому закрыли выезд в Англию. В Англию, да. А вот купешечка, скабрик, кабрик, что в крыше. Да, и в Анапу на море. А больше никуда? Нет, нет, есть вариант. Геленджик, Сочи, это Евпатория. Вот, вот Евпатория. Юбака. Алушта? Юбака. Юбака. И она Юбака. Вот. Ну, что еще надо сказать, товарищи, про этот автомобиль? Да все. Вот, здесь чеки. Я вижу, что Рустам посещал разного рода рынки. Да. Черномушкинский, да. Потом Даниловский. Точно? А почему вы питаетесь вот не как человек, скажите, вот так, обычный? В каком плане? Как обычный человек? Нет, я как обычный человек. Обычный человек в магнит ходит. Я вам скажу, а магнит-косметик вы как бы оценили? Нет, еще нет. Вы, кстати, готовы к сотрудничеству? С косметик? Да, я, может быть, готов даже и фейри там купить или что-нибудь такое. Хорошо. Ну, что, мы будем играть вот в то, что нам предлагают? Давайте сыграем. Да, сыграем. Хорошо, сейчас, ребят. Сейчас мы подъедем. Давайте, да, сейчас. Так, вот смотри. А, вот это и новость. Вот они, вот. Да, и смотрите, и в отличие, кстати, от... Геннадий Зюганов призвал к сплочению. Это что за хер? Извините. Что такое сплочение? Да, Навальный, не про рассказательство. А, нет, у него, что у нас вот это, МГИК не взял коммунистов в тике. Я три дня езжу, я не знаю, что это такое. Не могу его поддерживать. А, ну, да. Так, ну, сейчас я возьму, соответственно, iPad, наверное. Давайте. Да. А что за игра? Сейчас будет игра. Чат-рулетка. Чат-рулетка. Ну, вот, не, ну, хорошо. Может, вас боятся, знаете, меня. Во. Хорошо. Так, лучше, конечно. Хорошо. Пол мужской. Идет поезд собеседника. Собеседник. Так, есть у нас интернет-то? Есть. О. Здорово. Привет. Здравствуйте. Ты кто ж такой? У вас там камера, что ли, сзади? Да. Не сзади, а сзади. Позади, давай так говорить. Есть у тебя машина? У вас так лагает, пипец, у вас встала картинка. Картина у вас встала, у вас лагает, пипец. Да не только картинка, брат, все, встала. Вот. Салам, брат. Салам. Все. Вот, отлично. Это ж пипец какой-то. Я поеду домой. Здорово. Это девушка с усами была. Нормально. Здорово. Так, подростков нет. Давайте вздох. О. Здорово, мужик. Какие-то... Это ж адская... О чем мне не говоришь, что только есть программа офигенная? А ты видел? Что? А там... Член? Мастурбировали. Да ладно. Да. Погодь, серьезно? О-о-о-о-о-о. Дзюма, что ли? Мы попали на Дзюму. Это... Так. Это простынь уже. Гениально. Слушай, лютые извращуги. Здорово. Ленин. Ленин. И лежит. Здорово. Здорово. Как зовут тебя, брат? Гарик. Гарик, ты где? Откуда? С Краснодара. О, Краснодар. Здорово, брат. Здорово, брат. Чисто... Здорово, здорово. Ну, не слышно. Не слышно? Слышно, слышно. Слышно? Братан, ты на чем сам-то ездишь? Я на BMW на Патеру. Ты... Какие у тебя есть вопросы к BMW? Вот у нас сегодня четверка. С ноздрями чисто с большими такими. Вообще никакой вопросов на BMW нет. Какие вопросы... Все правильно, брат. Все. Краснодару привет. Форево. Молодец. Привет. Привет. Привет, одноглазый. Устан, я не знаю, что ты в эфире. В эфире. Конечно, в эфире. Что? Опять? Опять член? Фу, не, все. Да, достаточно. Все, ребят, это... Это дно. Это дно. Ну, слушайте, мне кажется... Мне кажется, жить не хочется. Нет, мне кажется, если бы телепродюсеры лучше представляли себе аудиторию, они бы перестали снимать ташлака, который они гонят. Вот. Да. Вот. Да. Фу. Закрыл ящик Пандоры. Да, ребята, это... Я, честно говоря... Раньше с ними работали детские в комнаты милиции. Да, а теперь кто? А теперь кто? Видео-чатру. Это пипец, ребята. Все, ребята, это стыдно, да? Стыдно. Нет, все-таки давайте общаться с людьми на улице. Ну, там остались еще адекватные, живые... Вы думаете? Да, особи. Люди на улице? Да. Я не верю, что они... Все. Ну, все, товарищи, парни, это днище. Это дно. Вот это особенно жопа. Как жопа? Не поняли? Я думал, это шар. ОМВ. Good at what I do. I'm ОМВ. What? Давай, давай, давай. Узыхаем! Большой тест рай!